Глава вторая. А как же факты? Часть первая. Как быть с фактами? Кто-то может согласиться с тем, что он создает все события в жизни при помощи мыслей, при этом оспаривая то, что теперь, когда все уже проявилось в реальности, становится достаточно трудно не обращать на это своего внимания. Иными словами, не просто формировать мысли о желаемом, глядя на конкретные нежелательные факты. Но я скажу вам вот что. Не следует обращать свое внимание на факты, если это не те факты, которые вы предпочли бы видеть в своей жизни. А если это уже произошло, то просто не уделяйте этому большого внимания, целиком сконцентрировавшись на том, чего вы желаете на самом деле. Возможно, поначалу сделать это будет не так просто, но со временем вы привыкнете, и это уже не будет вызывать у вас больших затруднений. Кроме того, всегда приятно размышлять о чем-то таком, что действительно доставляет вам радость. Ошибка большинства людей заключается вот в чем. Глядя на то, что им неприятно, они уделяют все свое внимание исключительно этому. Они говорят, ну вот, опять это случилось, а я ведь так этого не хотела. Или что-то подобное. Если вы, вместо того, чтобы намеренно создавать свою жизнь, будете смотреть на мир и события вокруг, постоянно находясь в страхе чего-то негативного, то вы рискуете навсегда застрять в этом состоянии, не имея шанса на дальнейшее развитие. Кроме того, находясь в согласии со своими текущими негативными мыслями, вы также не будете способны обращать свое внимание на возможности, которые могут вдруг открыться для вас. Не слушайте тех людей, кто говорит, «Я хочу быть здоровым, но сейчас я болен и слаб». Или «Как бы я хотел иметь эту вещь, но у меня ее нет и вряд ли вообще когда-нибудь появится». Не вступайте в ряды плакс и неудачников, которых сейчас большинство. Однако помните, что у них, точно так же, как и у вас, всегда есть выбор, на что обращать свое внимание. Роберт Киосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа», сказал однажды замечательные слова. Люди в мире делятся на две категории. Одни смотрят на красивую дорогую вещь в витрине и говорят, «Я не могу себе этого позволить». Другие, видя ту же самую вещь, задают себе вопрос, «Как я могу себе это позволить?». Услышав однажды, я навсегда запомнил эти слова, сделав их частью себя самого, что рекомендую сделать и всем вам. Раз и навсегда избавьтесь от мысли типа «Я не могу себе этого позволить» и ищите возможности, благодаря которым вам удастся воплотить все свои идеи в жизнь. В истории еще ни одна непредпринятая попытка не увенчалась успехом. Конечно, вы можете долго сомневаться, но чего вы тогда достигнете? 20 лет сомнений не принесут вам ничего конкретного, кроме потрепанной нервной системы, в то время как всего лишь одна попытка может дать вам гораздо больше. Она даст вам конкретный опыт, и даже в том случае, если он не окажется удачным, это будет огромный успех, потому как теперь вы уже по крайней мере знаете, чего вам не стоит делать и вряд ли повторите подобную ошибку в будущем. Всегда ищите свои факты и стройте из них картину своей будущей жизни. Не обращайте внимания на то, что вам говорят недоброжелатели и завистники. В конечном счете, если вы считаете, что ваше счастье или здоровье зависит целиком и полностью от одобрения других людей, то вы глубоко в этом заблуждаетесь. Ваше счастье не зависит ни от кого, кроме вас. Ваше хорошее настроение не должно быть испорчено мелкими неудачами или действиями других людей, ведь каждый из них создает свою собственную жизнь, и он так же, как и вы, вправе делать свой выбор. Но это не должно омрачать ваше настроение или сбивать вас с намеченного пути. Вы должны следовать своим принципам, создавать свою жизнь, искать свои факты, и каждый человек на земле может делать то же самое. А что, если вместо этого вы начнете делать то, чего от вас хотят другие люди? Что, если они станут принимать за вас решение? Покупать одежду на свой вкус? Выбирать пищу, которую вы будете есть? Понравится ли вам такое? Конечно, они будут это делать, исходя из самых лучших побуждений, при этом искренне желая вам блага. Вот только это будет их выбор, а не ваш. Но будет ли все это действительно являться для вас благом? А что, если вы уже случайно подцепили себе опасный вирус наподобие мысли, у меня ничего не получится? Вы могли это сделать от близкого вам человека, или от того, кто хотел оградить вас от неприятной ситуации, как ему могло показаться. Но это была его точка зрения, а не ваша. А что, если бы у вас тогда все получилось? Что, теперь еще 20 лет пройдут в сожалении, но уже о том, что в тот момент все же стоило рискнуть? Или кто-то вполне мог сказать вам нечто следующее? Поверь, парень, у тебя ничего не выйдет. У меня же не получилось. Лучше оставь это дело, пока не поздно. При этом ваш приятель искренне желал вам помочь. Но помог ли? Кто-то может сказать, да, но посмотри фактом в лицо, это невозможно. И я соглашусь с ним, поскольку это чистая правда. А вы ожидали, что я буду с этим спорить? Ни за что на свете, ведь это действительно не является правдой для того человека, из чьих уст вы могли слышать произнесенные слова. Он может подтвердить их своими неудачами, но подумайте вот о чем. А не его ли привычка мышления неудачника не позволила ему довести начатое дело до конца? Я хотел бы отметить еще кое-что. Все, что мог сказать вам этот человек, является чистой правдой, но только для него самого. Просто это его правда, но не ваша. В таком случае, если вы как следует смотритесь в лицо предлагаемым фактом, то вы должны увидеть в них отражение лица вашего приятеля, а не свое собственное. Потому что это не ваши факты, а его. Вы в состоянии сделать свой выбор в жизни. Вы можете обращать свое внимание на те вещи, которые хотите сделать своей реальностью. Обращая внимание на выбор и действия других людей, вы тем самым отрекаетесь от своего собственного, отдавая его в руки тех, кто с огромной радостью выберет за вас то, каким мылом вы будете мыться, на каком автомобиле вы будете ездить, какой фильм смотреть вечером и так далее. Все это происходит из-за непонимания того, на что вы направляете свои мысли. Удерживая свое внимание на чужих неудачах, неприятностях и болезнях, вы сильно рискуете впустить нечто похожее в свою жизнь. И тогда вы тоже сможете дать совет приятелю относительно фактов с вашим унылым лицом. Однако не стоит доводить себя до такого положения, так как это не приведет ни к чему хорошему. Я искренне верю в то, что каждый человек на этой планете в состоянии сделать свой собственный выбор, основанный на его личных предпочтениях и вкусах. И в тот момент кто-то говорит вам о каких-либо фактах? Вглядитесь повнимательнее. Нет ли у них лица того самого человека? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова